Когда ты живешь в полностью мирной стране, принять то, что ходят люди с оружием, что на территории твоей страны, на твоего государства присутствует символика другого государства и еще и непонятных к тому же формирований, вот это было вообще странно. И когда начались массовые жертвы, не только военных, а вот именно мирных жителей, понял, что так просто этот конфликт и эта война, она не закончится. Откуда куда едем? На Карловку, на съемки, проходить. Друзья все очень быстро, в принципе, разъехались. И стал опять такой вопрос, что ты либо отстраняешься от всего, что происходит в твоем родном доме, уезжаешь, забываешь и живешь своей жизнью. Либо ты остаешься и вот находишься, у тебя есть шанс быть не просто свидетелем, а вот пытаться там в силу своих каких-то скромных возможностей что-то менять. Вот вы были у вас до войны, здесь так живенько всегда было? Ну, живенько, то было живенько, а сейчас нет. Ну, так, на поселок сколько людей здесь может сейчас? Ну, в основном охранники. Одна семья только живет. Чем ближе война, тем ты замечаешь больше усталость в людях. Они просто хотят мира, они хотят человеческих обычных благ, о том, чтобы не падали снаряды, чтобы была крыша над головой, было что есть. Тебе хочется чем-то помочь, но ты понимаешь, что ты всего лишь журналист, и все, что ты можешь, это рассказать и донести о их проблеме, о их беде. И надеяться, что кто-то поможет. Наверное, если бы я совсем разуверилась в каких-то своих внутренних принципах, которые еще сформировались вот как раз четыре года назад, наверное, я бы уже, может быть, и уехала. Я не хочу чувствовать вину перед, допустим, своими детьми, что я им оставила вот такую страну. И вот я как бы самоустранилась и не сделала ничего абсолютно, что могло бы как-то улучшить ситуацию. Продолжение следует...